Полярные муравьи Одним из заметных представителей полярных муравьев являются эти муравьи рода Формика. Они включены в подрод серви Формика и внесены в Красную книгу Челябинской области. Ареал ограничен севернее 60 градусов северной широты, стремясь к крайним точкам скандинавского полуострова. Полярные муравьи, живущие в постоянных морозах, обладают уникальными механизмами выживания. Тепловой пух и волоски на их телах задерживают тепло, а восковое покрытие предотвращает превращение муравьев в лед. Эти адаптации обеспечивают им стойкость в условиях, где даже самые выносливые обитатели природы испытывают трудности. Источником пищи для полярных муравьев служат мертвые насекомые, скрытые под слоем снега. Но они также могут питаться растительными остатками, доступными в их холодных биотопах. В отличие от обычных садовых муравьев, полярные муравьи передвигаются только ходьбой, поскольку крылья в этих условиях неэффективны. Колонии полярных муравьев отличаются небольшим размером, насчитывая всего несколько тысяч особей. Рабочие особи имеют длину тела от 4,5 до 5,7 мм, а у крылатых самцов и самок эта длина составляет от 6 до 7,5 мм. В холодных обширных просторах севера, где лишь немногие выживают, полярные муравьи становятся воплощением выдающихся стратегий выживания, гармонично существуя в условиях, когда природа ставит своих обитателей на серьезные испытания. В бескрайних просторах гипоарктики три вида муравьев возвышаются как непреложные лидеры, преодолевая трудности холодных и влажных биотопов. Мельчайший лептоторакс, величественный древоточец Капонотус геркулянус и небольшой полярный муравей из рода Формика. Как и их соседи в природе – шикши, багульники и карликовые березки – эти муравьи стали неотъемлемой частью гипоарктики. Гнезда лептоторакс, расположенные в маховых лиственных редколесьях и зарослях кедрового сланника, а также на болотах, являются исключительно адаптированными к экстремальным условиям. Подвергаясь капризам погоды и зимой, и летом, муравьи этого вида выдерживают температуры до минус 40 градусов, а личинки даже ниже. Их гнезда примитивны по строению, содержат многочисленные зимовочные камеры на небольшой глубине, выдерживая морозы около минус 25-28 градусов. Древоточец компонотус геркулианус, самый крупный из полиарктических муравьев, также проявляет выдающуюся адаптивность. Его гнезда, расположенные в сухой древесине, устойчивы к низким температурам, опускаясь до минус 20 градусов в течение двух месяцев. Вид неукоснительно демонстрирует свое безразличие к суровым условиям, прокладывая ходы даже в мерзлой почве. Муравей Мирмика Камчатика, выбирающий для питания сфагновые редколесия и кустарнично-сфагновые участки, также подчеркивает свою высокую холодоустойчивость. Живя на склонах, где зеркало мерзлоты не опускается глубже 60-70 см, он строит свои гнезда близко к поверхности маховых подушек. Этот вид, в отличие от своих собратьев, проявляет избирательность при выборе биотопа, обитая исключительно в описанных условиях. Эти три вида муравьев становятся символами выживания и приспособления к суровым условиям гепарактики, укрепляя свою позицию рядом с другими уникальными представителями этого региона. В суровых условиях в Верховье Колымы раскрывается потенциал холодоустойчивости у муравьев, являющихся непревзойденными мастерами выживания. Полученные характеристики представляют собой, вероятно, предельно возможные для муравьев данного региона, что подтверждается их географическим распространением. На запад от Верховьи Колымы, в Верховьях Индигирки, наблюдается постепенное уменьшение видов рода формика, за исключением гоготоидес, пицея и, возможно, формика фуско. Это явление не обусловлено летними тепловыми условиями, а связано исключительно с зимними характеристиками. На Колыме резерв холодоустойчивости для рода формика, за исключением полярного муравья формика пицея, ограничен всего 2-3 градусами по Цельсию. Сравнение климатических данных между муравьями Колымы и Аймекона подтверждает значительную разницу в зимних температурах и мощности снежного покрова, что дополнительно подчеркивает адаптацию муравьев к суровым зимним условиям. В центральной Якутии, западней Верховии Колымы муравьи проявляют богатство фауны, содержа более 24 видов. Здесь климат более мягкий, что сказывается на средних температурах воздуха и почве зимой. Это подтверждает, что распределение муравьев связано с климатическими условиями, и чем теплее климат, тем выше разнообразие видов. Однако север и северо-восток ограничивают распространение многих видов муравьев предположительно другими факторами. В тундровой зоне отсутствуют муравьи. Несмотря на близкие зимние температуры с Верховиями Колымы и Чукотки, это говорит о влиянии летних условий на распределение видов в этих районах. Таким образом, муравьи Верховии Колымы демонстрируют уникальные адаптации к суровым зимним условиям, что подчеркивается их распространением и реакцией на различия в климатических условиях. В условиях ужесточения зимы на северо-востоке проявляется уникальная адаптация муравьев к холоду. На сегодняшний момент в данном климатическом контексте муравьи с высоким резервом холодоустойчивости процветают, что обусловлено, вероятно, формированием биотического оптимума. Уменьшение общего биоразнообразия, ослабление воздействия хищников и конкурентов формируют благоприятные условия для муравьев, особенно на краю ареала. Примерами такой адаптации являются муравьи рода Лептоторакс. Они демонстрируют колоссальную численность, успешно существуют к северу от 60 градусов северной широты. В обоих случаях, видимо, конкуренция с другими, менее холодоустойчивыми видами ограничивает их распространение на юг. Слабая видовая насыщенность комплексов муравейников в горно-листых районах Северо-Восточной Азии также свидетельствует о воздействии ослабленной конкуренции. В этих условиях число совместно обитающих видов обычно не превосходит четырех, подчеркивая адаптацию муравьев к суровой северной среде. Выносливость гипоарктического комплекса муравьев поражает. Их вездесущее присутствие и даже находки остатков муравьев в отложениях позднего плейстоцена подтверждают их удивительную способность выживания. Результаты исследований ископаемых остатков муравьев также могут стать надежными температурными индикаторами, дополняя наше представление о зимних условиях плейстоцена. Редактор субтитров А.Семкин